Слава Украине! Привет всем от Полонского! Подменный президент Российской Федерации Димон Медведев, похоже, что не выходя из запоя, запилил новый пост в Твиттере, где он очень любит выступать, и сказал следующую вещь. Цитата. Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился, это НАТО он имеет, в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнуть с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945 году. Ну, если, конечно, Димон имеет в виду под человечеством себя и товарищей таких же, как он сам, то, конечно, может быть. Но все мы относим Димона и ему подобных к человечеству, или это альтернативная тупиковая ветвь цивилизации, если это вообще можно назвать цивилизацией. Вообще, конечно, очень смешно. Понятно, что Димон никаких постов ни в запое, ни после запоя писать не может, там за него пишет копирайтер, а то и конью ясно, может даже нейросеть, вот эта злобная пиндоская нейросеть, которая, да, вот генерирует вот эти вот тексты против Россиюшки. Вот она вполне могла сгенерировать нечто подобное, в принципе, которое похоже по стилю на подменного президента Российской Федерации. Речь идет о другом. Это просто даже смешно слышать, потому что вот Украина сегодня ставит во все немыслимые и мыслимые раскоряки российскую армию, уже 50% российской армии просто стерлась с лица земли, используя, ну, наверное, 2% от имеющихся у НАТО вооружений, причем не самых новых. Заметьте, да, мы оперируем оружием на сегодняшний день, ну, 90-х годов, 80-х годов прошлого века, может быть, начало 2000-х, то есть, ну, кроме редких случаев, не новых. И посмотрите, даже вот это оружие не оставляет фашистам шансов от слова вообще, да, то есть они драпают где только могут, и единственное, что у них получается, это сдерживать наших за счет использования лишнего состава огромных человеческих пакетов, то есть они останавливают наших тупо мясом. А представьте себе, если бы летели там агавки и все прочее, вот они вступают в конфликт с НАТО, как говорит Медведев, да, и вот они тут побеждают все-таки. Я вот и хочу спросить, а где он увидел победу? В чем он увидел победу от России, да? Чем вы собрались победить? По-моему, единственное, что сейчас может увидеть Димон Медведева и ему подобное, это банку с рассолом с утра, когда очень сильно болит голова, и огурец надкусенный, который завалился под диван, и он пытается его немытым пальцем оттуда вытянуть, чтобы сожрать. Больше что-то в реальности.